анатолий день добрый здравствуйте андрей а вы смотрели отзывы по поводу предыдущего видеть видео там куча хейтеров сидела и говорила он около рыночных он не умеет вообще обманывать не умеет торговать крипто и прочее прочее неприятные слова ну да согласен хотя на самом деле не так уж и много хейтеров было большинство комментариев скорее в плюс чем минус но одна из целей как раз немножко дать ответ хейтерам потому что были такие слова что спикер балабол но давайте посмотрим насколько спикер все-таки оправдал ожидания давайте я вам высылал скрин если можно его загрузить показать я его загружу при монтаже отличненько тогда я у себя его на компьютере сейчас открою просто чтобы давать комментарии я рекомендовал как раз покупать те токены которые может могут вырасти в ночь слияния ну или до слияния имеется ввиду до слияния эфира так называемого которое произошло 15 сентября это те токены которые сейчас как раз таки майнеры которые еще остались на рынке они собственно майнер и вот я входил в те токены как раз в прошлом видео я их все называл и общая прибыль составила больше 300 процентов на вот этом скрине на вот этом графике я естественно удалил все данные которые касаются именно самих сумм даже если еще раз напишет что спикер балабол сумма я все равно не открою достаточно посмотреть проценты основной памп произошел как раз таки в ночь на 15 сентября это большая прибыль но был и большой убыток потому что перед тем как наступить слияние вышли данные по индексу потребительских цен в соединенных штатах и вот красная свеча вниз это как раз таки часть прибыли и практически можно сказать практически минус 90 процентов прибыли было на этой красной свече но я решил не выходить из позиции дождался ночи и зафиксировал ту прибыль по тем токеном которые планировал на самом деле фиксировал токены последовательно потому что их выдергивали последовательно сначала вырос эфириум классик затем соответственно вырос рейвен коин и так далее по списку 5 или 6 токенов которых выдергивали постепенно и они соответственно расти по старости росли постепенно и основной вам пришелся на два токи на один кстати у меня есть до сих пор портфеле это токи называется cortex и другой конфликс я его собственно полностью закрыл поэтому общая прибыль достаточно интересная достаточно большая могла быть еще больше если я знал конечно будущее и закрылся перед выходом данных по сипе и в штатах но я решил сидеть как бы до конца сейчас кстати очень похожая ситуация но есть просто одна идея и как раз скоро выйдут данные но мы это можем чуть попозже обсудить а какая сейчас идея все-таки время сейчас напряжено вторник в среду будет смотреть на риторику главы фрс абсолютно верно вот как раз это тот же самый риск что был и до 15 сентября идея она конечно не такая масштабная как слияние в эфире это очень существенное обновление блокчейна кардана у этого блокчейна есть нативный токен который называется ада тоже на этом скрине видно что у меня сейчас в портфеле порядка там тридцати пяти процентов токена я решил что это мне с таким процентом ада в портфеле комфортно переждать заседание фрс и после заседания я уже буду решать соответственно добавлять токен когда добавлять 22 сентября начинается обновление блокчейна кардана внедрение этого обновления которое называется василь можно в интернете посмотреть погуглить или кто пользуется яндексом без разницы все это внедрение будет происходить в течение недели точнее нет в течение пяти дней с 22 сентября по 27 вот этот период когда можно ожидать пампа как раз нативного токена ада на данный момент это основная у меня идея и плюс периодически памп токена cortex который сейчас один из тех токенов которые оставшиеся в живых майнеры майнят здорово но вы не на всю катушку пампите нет нет как я уже сказал у меня более 60 процентов и из детей и я буду ждать если ада немножко поднимут вверх перед заседанием я даже скорее всего зафиксирую частично его вот чтобы снизить снизить риски увеличения ставки на один процент либо дальнейшей риторики увеличения дальнейшей ставки там до 4 есть даже прогнозы до 5 процентов но в общем то как показывает история с слиянием эфира можно зарабатывать и в том числе на и таких идеях потому что ну как бы если посмотреть если бы у меня был только bitcoin вот эти вот 30 дней у меня был бы минус порядка десяти процентов от портфеля но биткоина здесь нет я ищу идеи как я говорил я не трейдер не трейдер то есть меня есть идея я сижу пока она не выстрелит но в общем то посмотрим что будет с токеном ада через неделю а вот биткоин паша сказали что есть шанс что он прогуляет десяточку он шанс такой остается все зависит конечно же от ставки фрс пока у меня достаточно большой процент я закладываю вероятности что bitcoin еще не показал годовые минимумы даже может быть минимум и не только этого года но вообще минимум и медвежьего медвежьего цикла этого не показаны поэтому в долгосрок у меня нет ничего абсолютно как сейчас только только идеи примерно для себя и выставил ориентир что достижение процентной ставки пресс-сша примерно в четыре процента это будет пи первый сигнал посмотреть и что-нибудь может быть потихоньку в долгосрок покупать как-то я упустила ситуацию с эфириумом а что там происходит смотрите произошло слияние поменялся консенсус теперь так называемый эфир который основной эфир он ути он у нас теперь подтверждается валидаторами это называется пост тот самый пост пруфов стейк валидаторы спокойно подтверждает сеть развивается но если мы посмотрим на цену токи на эфир она стремительно падает также как стремительно росла по сравнению с битком также стремительно падает народ просто напросто выходит но при этом еще 15 сентября когда у нас эфир ушел на пост у нас произошел форк эфира проявился так называемый эфир пол то есть тот эфир который до сих пор можно майнить да там невысокая доходность до часть майнеров то пришла то ушла оттуда но это спасение для тех кто использует в майнинге эйсики для них это по сути один из двух вариантов хоть как-то хоть как-то оправдывать вложение в оборудование это майнить новый форк эфира и майнить старый форк эфира который называется эфириум classic вот основная сеть эфира все сделала нам майнером ручкой но у вас же есть несколько фирм и что же вы добываете cortex сейчас я перешел на эту модель cortex и схема моего моих действий совершенно поменялось если я раньше добывал эфир я его практически сразу продавал то есть я не холдил как принято говорить сейчас тактика совершенно наоборот я cortex эта монета которая может стоять стоять день-два неделю две недели практически там но колебаясь на несколько процентов и потом в какой-то момент ее пампят 10 15 20 процентов тогда ее надо очень быстро продавать как только памп этот случился тут же происходит значительный откат вот до такого момента я жду уже один памп был внутри дня я там часть зафиксировал сейчас можете посмотреть на график он откатился но опять так же будем будем копить 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 до следующего пампа а у вас бывают такие моменты недопонимания что люди говорят вот мы на заводе строгаем болванки а вы ерундой занимаетесь у меня нет я уважительно отношусь к любой профессии если нужно на заводе строгать болванки без проблем занимаетесь этим и я с уважением отношусь потому что в принципе я сам по профессии инженер инженер как бы закончил технический вуз там было очень много рабочих профессий поэтому я выбрал свой путь понятно а вот в чем вот ваша миссия вот когда разговариваешь с трейдером они говорят ну трейдер капитализм мы поставляем на бирже ликвидность меня больше и такой интерес посмотреть для себя попробовать что такое крипто что такое блокчейн разобраться в этом и честно скажу в последнее время большое желание просто помочь людям именно в том чтобы рассказать что так что крипто это но это не скам это не хотя и очень много схем понцы конечно многие считают что биткоин это пирамида совершенно ненужная да знаменитый уоррен баффет считает что это просто не знаю грязь под ногами даже еще хуже но к примеру недавно ко мне обратилась через знакомых одна женщина вот просто ситуацию рассказывает и с помощью анатолий помогите вывести крипту с кошелька с биржи рассказала с биржи я говорю да без проблем денег никаких не надо созваниваемся помогаю сразу меня насторожило название крипто бирже которым сказал анатолий крипто бирже называется капитал трейдинг я думаю так любовь говорю продолжайте уже говорю интересно ну а дальше схема понятно с ней связались знаменитая биржа капитал трейдинг с офисом в лондоне предложила этой женщине вложить 20000 рублей в крипту торговали успешно замечательно через какое-то время поменялся менеджер в этом капитал трейдинге он предсказал любовь что же мы играем по мелочам какие 20000 давайте-ка еще 40 будет у нас 1000 баксов и мы зажгем и они действительно зажгли любовь горит у меня счет рост как на дрожжах я только вот вкидываю а у меня счет растет я вкидываю счет растет и даже говорит в один момент анатолий представьте менеджер такой замечательный что он не только мои деньги в кину но мне там что-то не хватало он и свои добавил я думаю какой же добрый человек не перри не переведется у нас мир мир же не без добрых людей андрей согласитесь в итоге я честно скажу заколебался считать сколько внесла любовь денег в этот капитал трейдинг но в конце концов она поняла что ввести то она может а вывести не может она прекратила перечислять деньги через какое-то время интересная схема на нее вышли юристы которые сказали любовь эта ситуация для нас расплюнуть мы решим дайте нам небольшой чуть-чуть денег и время и мы переведем деньги на транзитный кошелек в крипте транзитный кошелек но замечательно поэтому хочется просветить людей никаких транзитных кошельков не бывает так вот это юридическая фирма говорит все любовь ваш миллион рублей на транзитном кошельке в криптовалюте но теперь нам нужно порядка двухсот тысяч чтоб его вывести но вот после этого слава богу любовь обратилась ко мне сказала любовь у вас единственный шанс прокуратуру или в другие правоохранительные органы пожалуйста никому ничего не перечислять сожалению очень много вот таких вот ситуации я сам попал в журнические сети но надо сказать не по телефону приехал фирму юридическую но там со мной поработали специалисты может быть даже окуривание всякими какими-то веществами там работают профессионалы высшего класса правда отделаться небольшой суммы 74 тысячи рублей вот за юридические услуги но должен должен сказать там профессионалы да там да там как бы психику ломают такого человека неподготовлен там все выстроена такая схема так что я понимаю эту женщину вполне вот ну 74 это не так уж много по масштабам потому что нужно же платить за как бы учебу абсолютно правильно вот так что ничего потом а свою проблему решил совершенно другим способом и даже бесплатно юридическую так что бывает и так а скажите пожалуйста а вот зеленый переход вот сейчас наверное эфир то что вы сказали вот валидатор это связано зеленым переходом не получили так что в конце через пять лет он останутся только зеленые криптовалюты да вопрос конечно очень хороший очень правильный есть такой риск есть такой риск что в конечном итоге может остаться только один bitcoin один bitcoin который будет добываться вот этим старым способом но может риск быть такой что если зеленые возьмутся вовсю и запретят полностью все криптовалюты которые работают на механизме вот этом пов то да есть такой на самом деле риск но вот в штатах как раз думают над этим и там с одной стороны очень сильное лобби сенаторов различных которые очень сильно завязаны в крипте в этих майнинговых фирмах штаты очень хорошо получают от того что майнинговые фирмы потребляют электричество и конечно огромное зеленое лобби кто победит это будет безусловно очень интересно риск такой есть да а то ли ну какой вопрос я вам забыл вы ждали но я забыл вам задать да по моему в принципе все все что мы хотели все что я по крайней мере хотел спасибо вам чтобы дали возможность так сказать немножко рассказать о результатах своей торговли все спасибо вам следим будет ли памп удачно не будет все очень как я тоже слежу воды бодрит бодрит все спасибо хорошо андрей хорошего дня до свидания